Этим утром поздравления принимали и сотрудницы Мытищинской администрации. Представительниц прекрасного пола мужчины встречали цветами, поздравляя с Международным женским днем. Вот такая торжественная пауза перед подведением итогов недели. А далее рабочие вопросы. Дачная амнистия завершится ровно через год, в марте 2021. Об этом сообщила Марина Ткаченко, директор Мытищинского филиала Московского областного бюро технической инвентаризации. Из плюсов упростился порядок уведомления о планируемом строительстве, либо реконструкции жилого строения. Документ необходимо лишь отправить в БТИ с помощью портала госуслуг. На текущий момент регистрация на индивидуальные жилые дома, построенные на землях ИЖС и ЛПХ, осуществляется в уведомительном порядке. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции можно подать на портале государственных услуг Московской области. Если в ходе строительства изменились параметры возводимого жилого дома, законам предусмотрена возможность подать уведомление об изменении параметров планируемого строительства, который подается также аналогичным способом. Еще один вопрос оперативного совещания – итоги конкурса «Педагог года-2020». Стартовал он в начале января. В нем приняли участие 29 учителей из 27 школ округа. Финал и награждения победителей состоялись на этой неделе. Победителями конкурса стали Филиппова Любовь Николаевна, учитель-логопед детского сада 866, Крючков Игорь Николаевич, классный руководитель школы номер 28 и Кривовичева Яна Дмитриевна, учитель английского языка гимназии 33. Для победителей конкурс не заканчивается. Они готовятся представлять городской округ Мытищи на региональном этапе профессионального конкурса. И мы очень надеемся, что наши педагоги достойно представят городской округ Мытищи в области.